Недетские эмоции и запредельный накал страстей. В столице региона стартовал итоговый турнир по волейболу среди воспитанников местных спортивных школ и средних учебных заведений, посвященных Году здоровья в Ненинском округе. Организатор соревнований – региональное общество «Динамо». Конкуренция плотная. За главные призы борются 26 команд. Это больше 200 юношей и девушек. Первые игры показали – турнир вовсе не товарищеский. На площадке юные волейболисты выкладываются по полной. О том, как проходит состязание, расскажем в следующем материале. Спортивная площадка забита практически до отказа. В одной шеренге более 200 юношей и девушек – лучшие представители детского волейбола. Масштабы впечатляют. Турнир «Юный динамовец» – традиционные соревнования, которые закрывают спортивный сезон в регионе. Ребята намерены показать все, чему научились за минувший год. Дети ждут, дети готовятся. Дети, а он у нас уже стал традиционным, поэтому они уже знают заранее, к чему они готовятся и что им нужно будет в этом месяце именно апрель. Для них очень серьезный месяц. 26 команд, 3 возрастные группы и десятки встреч. Формат соревнований, круговая система. Каждый играет с каждым. Чем больше набранных очков, тем больше шансов оказаться вверху турнирной таблицы. А значит, занять первое место. Глеб Чупров – представитель команды «Лидер». Не так давно выступал за сборную округа на межрегиональных соревнованиях в Петрозаводске. Результат признается скромный. Пятое место из шести. Но главное – другое. Получен бесценный опыт, которого зачастую не хватает нашим спортсменам. Говорит, уровень у многих местных команд сегодня примерно одинаковый. То есть явных фаворитов нет. Ну, у них уровень, как у нас, примерно как… Ну, не знаю, как объяснить, но у них уровень, как у нас, можно сказать. Но там на выездных соревнованиях они могут тоже занять предпочтение места. Потому что у них нет такого опыта, как там. То есть там команды в Петрозаводске, которые были прям сильные? Да, да. Они там высокие и у них хорошо. Норд – лидер три. Одна из первых встреч на турнире. Ожесточенная борьба за каждый мяч с первых секунд игры. Какое-то время волейболисты идут на равных преимущество в одно-два очка. В середине первой партии Норду удается уйти в отрыв. В основном за счет невынужденных ошибок соперника. Тренер команды «Лидер три» Алексей Литков буквально на ходу дает ценные указания своим воспитанникам. Ты, капитан, значит ты помогай команде. Серьезнее, давайте. Приемы, отберитесь из подачи. Все, и все пойдет. Пошел и лидер. Да. Накал страстей запредельный. Переживают все. Каждая заработана очко. Болельщики празднуют громко и продолжительно шумно, словно на заполненном стадионе. Первая партия за командой «Норд». Волейболисты признаются, несмотря на то, что по сути это третий состав лидера, играть соперником крайне сложно. У нас пока что все получается хорошо, но есть немного проблемы с подачей. Чуть-чуть подачи есть. Немного она так страдает. Вторая партия в итоге тоже останется за представителями спортивной школы «Норд». Общий счет 2-0. Впереди у команды счет достаточно игр, поэтому в турнирной таблице может поменяться все. Организаторы соревнований тем временем говорят, с каждым годом количество участников непременно растет. В волейбол теперь часто приходят совсем еще юные спортсмены. Очень хорошо, что именно вот маленькие детки, вот начиная вот уже первый, второй класс, вот они приходят. И многие, конечно, и уходят, но есть дети, которые занимаются до поступления куда-то выше учебное заведение, занимаются волейболом. Но я думаю, и там же они приходят. Если уже, как говорится, ты игрок и занимаешься, ты и дальше будешь заниматься все равно спортом. Что касается итогового турнира, то он завершится в предстоящую субботу. Тогда же состоятся встречи за призовые места. Кубки и медали разыграют в трех возрастных группах. Поддержать команды можно в спортивной школе «Старт», которая расположена на улице Меншикова.